Спасибо за очень содержательный обзор. Скажите, есть такое понятие геомерида, которое пошло с подачи Беклемиджева и потом дальше. Как Вы относитесь к понятию геомерида? Потому что об этом много пишут. Я к этому понятию хорошо отношусь, но это не биосфера она относится, это относится к совокупности живого вещества, насколько я понимаю. Да, совершенно верно. Ну это хорошее-хорошее выражение, но таких много выражений. То есть Вы это не серьезная нервность? Ну что не серьезная, то есть серьезный человек Беклемиджев выкинул это понятие. Но их много таких понятий, можно живым веществом называть, можно геомеридой, можно фитосферой называть и так далее. Вот в книге «Эволюция и эволюция» я дал обзор этих всех понятий, поэтому просто не важно с одного понятия, а сейчас нет, и все. А у хорошего понятия. Я тоже хочу вспомнить, но я просто считаю, что каждый термин содержит какой-то посыл. Каждый термин содержит какой-то дополнительный посыл. Ну может быть, да, потому что это так, а потом как бы в истории и науке бывали, что по одному и тому же понятию предлагаются десятки терминов, а потом кто-то выживает, что-то умирает. Подождем, еще время не пришло, оценивать значение языка. Вы сделали очень интересный обзор с большим списом фамилий людей, которые, безусловно, заслуживают того, чтобы они были упомянуты. И даже многие ранее неизвестные биологи, геологи прозвучали, это замечательно. Я не являюсь специалистом в области биосферы, я, так сказать, цитолог. Но вот я не слышал среди ваших имен, по-моему, имен имени Тимофея Варисовского. Это происходит от того, что вы, он, говорю, много писал, от того, что вы его не читали, или от того, что вы считаете, что он не внес? Ничего. Извините, о Варисовском я не только не читал, я его много писал. Более того, фотография, впервые фотография Варисовского появилась в СССР, он идёт благодаря ВНИА, чтобы это повестить и умеет воспроизводить дискуссии с моим тогдашим гигантами кулисом. Теперь касается эволюции биосферы. Вера Тимофея Варисовского по эволюции биосферы ничего не писал. Это я могу совершенно не чувствовать. У него замечательные наборки по био-пиоцинологии, био-пиоцинологии, ну а как-то сложившийся. Поэтому Эвисовску самую глубочайшую уважение пропустили. Ну а потом, ну даже если бы что-то написал, я могу сказать, ну это не вписывалось тот отбор, который я неизбежно вёл, как историю.